12 апреля 2014 года произошел вооруженный захват Славянского городского отдела внутренний отдел. На тот момент работники милиции не были готовы оказать активное сопротивление незаконным вооруженным формированием, не готовы были применять оружие на поражение, не готовы были в моральном, физическом и служебном плане. Может быть, так же это произошло из-за тех людей, которые впоследствии продали, из-за тех сотрудников милиции, продали интересы родины, интересы присяги, законы управления милиции, интересы Конституции, которые потом активно сотрудничали с незаконными вооруженными формированиями в городе Славянске, впоследствии погибли Славянск и шли в город Донецк. После освобождения города Славянска в июле 2014 года из Славянского городского отдела было уволено более 110 сотрудников милиции. Из них 31 человек за дискредитацию, звание сотрудника милиции, это в результате работы русской МВД, которая сразу приступила к работе после освобождения Славянска. Более 50 сотрудников были уволены за нарушение дисциплины. Часть сотрудников уволилась самостоятельно. За это время был практический завод, после освобождения города Славянска, было назначено на должность новых 4 заместителя начальника милиции, укомплектовано 8 структурных основных подразделений городского отдела внутренних дел, новыми начальниками этих подразделений. В отношении бывших сотрудников милиции возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас проводит на данный момент Харьковская прокуратура. Результатов пока и окончательного решения по делу мы не знаем. Два сотрудника славянской милиции арестованы, два сотрудника объявлены в розыск. На сегодняшний момент мы продолжаем комплектовать сотрудниками милиции славянский городской отдел внутренних дел. Только более 80 сотрудников милиции мы приняли на работу. Это те, которые остались верны присяге Конституции, своему милицейскому долгу и вышли с оккупированной территории, с тех райотделов и городских отделов милиции, которые оказались захвачены. Это и Донецкий, и Горловка, и Макеевка, и Кировская, и Шахтерск, и Харэск. Данные сотрудники сейчас работают у нас. Помимо комплектования мы занимаемся работой по установлению лиц, которые принимали участие в захвате городского отдела внутренних дел, которые участвовали в огнезаконных вооруженных формировании на территории города Славянска. На данный момент установлено уже 289 таких человек, из них 9 лидеров незаконных вооруженных формирований. По статье 260, часть 5, по незаконным вооруженным формированиям, объявлено подозрение уже 166 человеков. 56 человек арестовано, 118 человек объявлено в розыске, и этим людям установлено мера пресечения ареста. За всеми этими фактами нам оказывают помощь Следственному управлению Харьковской области, и их следователи расследуют данное уголовное производство. Кроме того, за этот период, после освобождения Славянска, было изъято 44 единицы вооружения, 6 автоматов, 6 пистолетов, 5 винтовок, 2 гранатомета, 3 ракетные установки, изъято 42 гранаты, более 4 тысяч патронов, 4 килограмма взрывчатки. На данный момент городской отдел работает в штатном режиме, занимаемся охраной общественного порядка, громадную помощь нам оказывают это силы. Национальная гвардия, силы специальных батареонов, милиции, сводные загоны, сводные отряды, которые работают у нас здесь, на территории города Славянска. Я думаю, что и в ближайшие праздники, которые здесь у нас, и эту дату 12 апреля, мы встретим здесь достойно, и какие-то нарушения общественного порядка в городе Славянске не будет допущено. Милиция работает в усиленном варианте внесения службы, уже подготовлен план, расстановка личного состава, усиленные средственно-оперативные группы, усиленные наряды. Единственное, что у нас такие мероприятия церковного характера, религиозного, где мы на церкви, на храмах, будем обеспечивать охрану общественного порядка. Привлекаем все силы, которые у нас буквально есть на территории города Славянска, где это будет задействовано. И национальная гвардия, и сводные отряды милиции, и специальные батальоны милиции, и вооруженные силы, и плюс эти еще группы, которые работают у нас именно по статье 260 по незаконным вооруженным формированиям.